Горки Ленинские славятся своими лесами, однако некоторые люди совсем не хотят беречь природу и устраивают свалки мусора в удобных для себя местах. Так произошло на границе Ленинского района с Домодедовским округом. На окраине поселения Горки Ленинские образовалась стихийная свалка. Стекло, пластик, пищевые отходы, автомобильные покрышки и даже матрас, чего только не встретишь в этой лесопарковой зоне. Частоту в этих местах поддерживать сложно, но местные власти стараются делать это изо всех сил. Некоторые нерадивые собственники частных домовладений не заключили договоры с организациями, вывозящими мусор. Одни выбрасывают отходы в контейнеры, другие же сваливают все здесь. Куча мусора вырастает моментально, а убирать его приходится силами администрации, в то время, когда эти деньги могли быть направлены на ремонт дорог или строительство детских площадок. Люди не заключают договор на вывоз мусора и бросают и в лесах, и на придорожной территории. Мы не можем это оставить, вынуждены это убирать. Проводим, конечно, с людьми беседу, но тот, кто добропорядочный гражданин, он этого и не делает. А те, кто злостные нарушители, до них порой невозможно достучаться, либо они вообще приезжие, которых невозможно застать. Очень сложно донести до души человеческой, что нужно беречь окружающий мир. Обнаружить сброс мусора удалось благодаря порталу свалок.нет. Там эта территория была отмечена как место, загрязненное отходами. Информация дошла до Министерства экологии Московской области, после чего началось взаимодействие с администрацией горок Ленинских по устранению загрязнения. Любые отходы у нас загрязняют окружающую среду в той или иной степени. Поэтому, чтобы избежать загрязнения окружающей среды, нам нужно проводить вот такие работы, которые мы сейчас проводим, и убирать эти свалки как можно оперативнее, как можно скорее. Установить лица, которые выбрасывают мусор в неположенном месте непросто. Если говорить о лесопарковой зоне, то здесь нет камер видеонаблюдения, по которым можно отследить нарушителя. Выписать штраф возможно только если гражданина, что называется, поймают за руку. Да и не так уж он велик. Для физических лиц всего от одной до двух тысяч рублей. Продолжение следует...